Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 июня. Вот как я и говорила, сегодня хочу первый раз попробовать сделать настойку из куриного помёта. Начиталось очень много слов о нём и в сообщениях зрителей, и вообще в статьях. Я прочитала, что если использовать, например, вот этот куриный помёд, ну, удобрение, в качестве удобрения, то можно вообще в течение сезона не пользоваться магазинными, вот различными вот этими препаратами, удобрениями. Вот хочу в этом году попробовать, так как у меня куриного помёта много, я говорила, что я выменяла на рассаду, мне можно сегодня, в этом году, вот сейчас, если всё получится хорошо, хочу попробовать обойтись без покупных вот этих всяких препаратов и средств. У меня спросила одна зрительница, как выглядит мой куриный помёд, потому что она говорит, ей дали, ну, что-то там и палки, и какие-то. У меня, короче, то же самое. Вот смотрите, я сейчас два ведра взяла для того, чтобы сделать. Я тут нахожу и перья, и куриные вот эти вот, ну, кормят же вот куриц вот этими. Куриная скорлупа вот от яиц, всё, и палочки какие-то. Вот даже гвоздик попался. Потому что ясно, что куриный помёд, это не только помёд, это ещё и подстилка. Все вот эти отходы жизнедеятельности курочек, они здесь. И на внешний вид, если вот эти перья, например, не найти, вот закопаю их сейчас, если перья не смотреть, видно, похоже на коровьи, на коровяк, на коровьи перегной. Даже не на перегной, а как на сухой навоз какой-то. Но всё-таки это куриный, потому что начинаешь, когда накладывать, я вот сейчас высыплю в бочку, вы увидите, перо, наверное, всплывёт. Наличие перьев сразу выдаёт, что это куриный помёд. И если в коровье перегной, я всегда говорила, что я добавляю, но добавляю только как один из компонентов, потому что он содержит, несёт только азот в себе. То в курином помёте есть и фосфор, и калий, и кальций, и ещё что-то. Короче, я даже не ожидала, сколько там всяких макро- и микроэлементов, откуда они из куриц берутся, не знаю. Но говорят, что состав очень сложный, уникальный, и что это самое лучшее удобрение, потому что оно не так опасно, не так токсично, как вот, например, коровьи там навоз и всё другое. Ну всё, сейчас буду делать. Я возьму сейчас два ведра вот этого вот сухого, несвежего куриного помёта и замочу в бочку 200-литровую. И она будет настаиваться у меня там 2-3 дня. Потом буду разводить его и использовать в качестве подкормки. Очень много способов применения вот этого куриного помёта в интернете прочитала. Можно его в компостные кучи, хочу тоже попробовать. Вот так слоями насыпают слой куриного помёта, потом траву, всякие отходы со стола, всё, потом сверху опять слой куриного помёта. И потом, когда всё это перегниют, трава и отходы, получается прекрасное удобрение на подсыпку между лунок там, в рядочке. Ну всё, будем сейчас делать. Вот пришлось использовать чистенькую, вновь покрашенную бочку. Сейчас сюда высыпем два ведра и до полного дольём водой. И ещё написано в интернете, что ещё один плюс вот этого куриного, ну как, перегноя, бабочка попалась, что он не имеет запаха такого, как вот коровий. И действительно высыпались сейчас, запаха вообще никакого неприятного нет. Сейчас его остаётся размешать и долить, ну до 200 литров. Способ приготовления прост, конечно, как не знаю кто. Просто насыпать, залить водой и помешать. И ждать, когда сготовится брашка вот такая на основе куриного помёта. Надюшка сторожит, как бы много не наложили куриного помёта. Ну вот, теперь дня два-три буду настаивать это. Потом буду разводить водой и поливать. Вот такой настой, он менее агрессивный. Если прям свежий куриный помёт разводить, не настой, а просто раствор делать и сразу поливать, то он более, там больше азота и больше шансов ожогов, что может насжечь растение. Оказывается, куриным помётом тоже пользоваться нужно с осторожностью. Тоже возможны ожоги. Через три дня после выходных буду использовать и покажу вам как.